Привет, друзья! С вами Кирилл. Предлагаю сегодня поговорить об интересной фишке английского языка, которую обязательно нужно знать. Этот момент заключается в следующем. Носители английского языка очень любят использовать существительное для того, чтобы выразить действие. Звучит сложно, но на деле всё очень просто. Если ваш друг болтливый, вы можете сказать про него по-русски, что он любит поговорить. В разговорном английском языке чаще всего такая мысль будет выражена при помощи следующей суперпростой фразы. He's a talker. Talk – говорить плюс суффикс er – дают нам слово talker – говорун. Действие говорить выражается при помощи существительного talker. В данном случае альтернатива такому предложению в русском языке – он любитель поговорить. Если человек умеет хорошо слушать собеседников, мы скажем про него He's a good listener. Listen – слушать плюс суффикс er – дают слово listener – человек, который умеет слушать других. Если человек любит обниматься со своими друзьями и знакомыми, мы скажем про него He's a hugger. Hug – обниматься плюс суффикс er – дают нам слово hugger – любитель пообниматься. Если человек любит рано вставать по утрам, мы скажем про него He's an early riser. Rise – значит вставать плюс суффикс er – и мы получаем riser – человек, который встает. Ну и добавляем слово early, чтобы уточнить, что он встает рано. Мой брат рано встает, он всегда меня будет. My brother is an early riser. He always wakes me up. Если человек обычно крепко спит, мы скажем про него He's a heavy sleeper – это значит, что человек спит так крепко, что из пушки не разбудишь. Если человек спит некрепко, мы скажем He's a light sleeper – это значит, у него легкий сон. Если человек любит животных, мы скажем про него He's an animal lover. По такому же принципу мы назовем собачников и кошатников. A dog lover – любитель собак. A cat lover – любитель кошек. Если человек очень верит во что-то, мы скажем про него He's a believer. Я очень верю в то, что людям нужно давать второй шанс. I'm a big believer in giving people second chances. Если человек привык сдаваться при малейших трудностях, мы скажем про него He's a quitter. Quit – бросать, увольняться. Плюс суффикс er – и мы получаем слово quitter – человек, который легко сдается. Я всегда знал, что он боится малейших трудностей. Неудивительно, что он так легко сдался. Если человека невозможно легко сломить, и он привык бороться до конца, мы скажем про него He's a fighter. Он – борец по натуре. Прямо как в старой песне Кристины Агилеры, если кто помнит. Если девушка красива, мы скажем про нее She's a looker. Она привлекает к себе взгляды. Есть на что посмотреть. Какой вывод можно сделать? В английском языке принято использовать существительное, чтобы называть человека, который любит делать что-то, обладает определенным качеством или у которого есть привычка делать что-то. Конечно, не любой глагол можно переделать в такое слово. Старайтесь замечать и запоминать подобные слова, если их где-то встречаете. Они сделают ваш английский более естественным. Надеюсь, что этот урок вам понравился. Пишите в комментариях свои примеры с этими словами. Полезные ссылки смотрите в описании. С вами был Кирилл. Увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok